Вперед. На этот раз Чехска замахнулась слева и сделала ход Е2-Е4. Конь С6. Отличный ход. Отличный ход. Это хитрый дебют. Среди московских шарматистов очень популярен. Конь 3. Надеюсь на ход Д7-Д5. Давай. Хука. Нет. Ну что ж, у нас при остановке ходов получилась обычное классическое начало. И снова у нас 4-х коней. Да чего же эти роботы любят коней? Ну как собственно и мы в детстве тоже любили коняшками играть. Я всегда зажалел, почему в шахматах всего 4 коня. Когда хотелось больше. Так. Слонца 4. Этот дебют мы уже видели с переменной цвета. Только тогда Хука играла белыми. Вот теперь симметричное. Симметричное развитие фигур. Кстати удивительно, как они друг на друга похожи. Вот этих 4 тоже стальных. 4. Отхватывают фигурки. Кстати очень похожи. И знаете, вот шахмат на плане. Так. Что такое? А поменяли ли программы? Организаторы уверены, что играют белыми Ческо? Вот оппозицию. Нет. Нет. Вот теперь я вижу, что Ческо играет все-таки белыми. Это ее первыми маневр. Конь в центр, чтобы вызвать размену. Так. А не возьмет ли она пешку? Задумалась. Задумалась девушка. Ну-ка-ну-ка. Нет. Слонон. Слонон не хочет менять. Ой. Пешечную структуру. Да. Так. 2-0. Лестное предложение съесть пешку на Е5 после размены на С6. Очень интересно. Нет. Она воздерживается. Смотрите, какая осторожная шахматистка. Вычастливая. Но она видит подвох. В каждом действии соперника. Это правильно. Им верить нельзя. Но мужчинам и соперникам верить нельзя. С3. Ну что ж. Белые захватывают центр. Явно намечают вход Д3-Д4. Но черные, как обычно, этому препятствуют. Зато удалось напасть на слона с другой стороны. Д2-Д4. Думаю, что слона бежит. Но он сделал это максимально далеко. Так. Вот я уже стал обращать внимание на показания часов. И вижу, что наш шахматистка играет чуть-чуть быстрее. Вот буквально на секундочку. Но именно это принесло ей победу в двух партиях. В5. Кстати, белые успели уже и пространство захватить на ферзовом фланге. Это хорошо. Но есть такое опасение, что основные события произойдут на фланге королевской. Куда направляется черный конь через G6. И вот это, вы знаете, как-то немножко меня тревожит. Так, ферзи 6. Другой план избрал немецкий робот. Король H2. Сейчас будет король H8. Ф5, видно, да? Слон E6. Вот таким образом черные решили разменять слонов и встретить вертикаль F. Да, это и происходит. Взяли на E6. Ну что ж, я думаю, что сейчас все-таки пешкой возьмет немецкая машина. Слона-то она берет. А вот чем? Нет, верзем. Опять-таки, мы наблюдаем, что роботы очень аккуратно, очень осторожно относятся к пешечной своей переческе. Так и, собственно, и необходимо. F5. Ну вот черные, на самом деле, все-таки первые открыли боевые действия. Напряжение в стене начинается при вертикале. И, вероятно, будут кое-какие события. Слона-большая, ну это такая, знаете, вкратчевая гроссмейстерская протилактика. И вот она сейчас уже проявляется в себе. Теперь пешка на A5 защищена. И происходит очень нетривиальный разгон пешек на E4. Я бы, например, так не сыграл, да? Ну вот потому я человеком и машина. Так, F5-2-4. Еще один достаточно спорный ход. FG-6. Германский робот предлагает размыть ферзей. А наши не отказываются, но на наших условиях. Вот это очень важно. Тут, как говорится, дипломатия начинается. То есть мы готовы согласиться, но только вот чуть-чуть подколлектируем их нюансы. Удивительно, удивительно, да? Какой капризный характер у нашей честки. То хотела менять ферзей, то теперь и раскатела. Какое коварство. Так, а черные, кстати, в общем даже недурно нагнетают напряжение. А честка опять повторяет все тот же свой фирменный кинт. Ходит ферзей туда-сюда обратно. Ну, правда, немецкая ее робот отличает тем же. Так, что такое? Нет, 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 я думаю, ничьей не будет. Я требую продолжения борьбы. Вперед, вперед. Так. Ну и все ходом ферзей 4 надо борьбы проверить. Нет. Первый отказывается, как обычно, наше шахматисты. Молодец. Молодец, честно. Надо играть. Надо играть на победу. Ну и вот начинается кризис. Кризис. Ходом конь d4 черные вызывают новые размены. Ну что, наверное, взять лепешку и все-таки произойдет. Ну как не напасть на вражеский ферзя? Кто бы из нас удержался бы от этого? Ну вот я знаю, кто. Машина. Машина. Машине любой соблазн. Ни по чем. Вот мы, люди, настолько падкие все-таки на всякие внешние эффекты. А для машины это ничего не значит. Но все-таки размен на d4 происходит. И черные нападают ладьей на ферзя. Выполагают и не смартферные. Надо просто отступить ферзем. Вот так, стройно. Молодец, честно. Умница. На опять еще на палу прислечу. b6. Пешка на опять, к сожалению, оказалась защищена. Ну что, положение, мне кажется, достаточно приятным для белых. Но если они сейчас еще ладью на e4 поставят, будет совсем хорошо. Но правда вот ходом в партии черные препятствуют этому. Нападая на пешку c4. Так, маневрная борьба происходит. Я все-таки пока ставлю на россиянку, на нашу программу. Она должна все-таки здесь совладать. Ладья e4. Молодец, умница. Очень позиционный, грамотный ход. Черные как-то уже оказываются в неприятном положении. Пешка на d4 висит. И взять надо, видимо, пешкой d3. Ну, чем возьмешь? Давай, давай, давай. Отлично. Молодец. Взяла пешка на e4. Теперь черная пешка на d4 оказалась изолированной. И может потеряться. ФС4, ФСd3 надо сыграть с кроменками. Отдать. Пешку на c4. Молодец, умница. Вот и какой грамотный шипматист оказался. Кто мог подумать? Похоже, я его тренировал когда-то. Так, ладья f7. Ладья f7. Так, так, так. Теперь ладьей надо поддержать у себя перзя. Молодец. Ладья d1. Сейчас пешка на все-таки загробастая. Ох, какая вкусная пешка-то. Так. Ну, правда, вот немецкий робот не теряется. Он за нашей пешкой с краю зашел. Но, вы знаете, пешки с краю, они... Какая жадная. Вот вообще, жадность это хорошее качество шипматиста. Вот наша механическая девушка решила выиграть пешку и не отдать свою. Правда, пока я не понимаю, как это можно сделать. Персд1 на c4 висит. Вот это уже советы от компьютеров. Персс1 с идеей перс... Вот непонятно, в чем идея. Напала на а6, на самом деле. Черная за четыре королем пешку. Кстати, путь g6, который сделал немецкая программа, мне нравится с точки зрения нашей будущей атаки. Все-таки черный король приоткрылся. Нашему королю тем временем объявили шах. Но от шаха еще, как известно, никто не умирал. Надо отойти вековешек. Правильно. Правильно. Все хорошо. И снова ферзь c5. То есть черный ферзь продозирует белой пешке только для того, чтобы не умерла пешка на d4. И вот наступает кризис. То есть часто готовы к размену. И размен происходит. Черные забирают одну пешку. Мы забираем пешку на d4. После чего у черных образуется слабость на c7. Если кто-то знает нотацию, слабость на c7. Может быть, удастся на нее навалиться. Навалиться. Перст c5. Ну, теперь надо перегруппировать тяжелые фигуры. Вот эта перегруппировка, я надеюсь, сейчас произойдет. И, в принципе, задача белых такая, чтобы добраться до черного короля, который все-таки уязвим. Ну что, неужели повторяем это? Нет. А вот это, друзья мои, это какое-то уже тактическое ухищрение. Здесь можно было взять на a4, но, видимо, там происходило что-то страшное. Например, ладья d4 с потерей керзя. Да, вот нельзя было брать пешку на a4. Это была ловушка очень хитрый с нашей стороны. Я бы, конечно, попался черным. Но машина мне попадается. Ладья d5. Так, так мы уже стояли. Ну что, после перца c4, неужели не найдется способа как-то переставить фигуры? А думать-то уже некуда. Остались 46 секунд у Чайский и 30 секунд у Куки. Ну что, у меня такое ощущение, что наша садово-парковая машина уверенно рубит флаг. Отлично. Ладья d4. Тут только важно не нарваться на трехкратную повторную ходу. Ферзь c5. Ну что, может, ферзь d2 сыграть для разнообразия? Давайте как-то уже менять. А, ладья c1. Ну хоть какое-то разнообразие в этой жизни. Опять ферзь c4 последует. Ну, вы знаете, вообще у меня такое ощущение, что трехкратное повторение вот уже намечается. Нет. Нет, россиянка уверенно уклоняется. Молодец. Ну все. Немецкая машина обречена, на мой взгляд. У нее осталось всего лишь 13 секунд. Вообще, конечно, предложить бы ничью, тут было бы политкорректно. Потому что ничего не происходит. Было бы очень политкорректно предложить ничью, но машины предлагать не умеют. Не умеют. Хотя, вы знаете, с другой стороны, у белых есть возможности все-таки для игры на выигрыш. Может быть, я и горячусь. Может быть, недооцениваю. Ферзь d1. А, ну все. Ну вот если здесь меняются ферзи, то надо предлагать ничью. А она не меняет ферзей. Что ж ты за улица такая? Флаг. Флаг упал. Все. Все. Ну, мы снова победили по временам.